Поехали, друзья. Олег и ЖЭС. Добрый день. Наверное, новичок, что-то не помню. Я в детстве читал такой же, у меня был трёхгневный семинар, я там проводил семинар в кинотеатре, вот. Так что Олег. Знаю, я и ЖЭС. Знаю. Так, Ирина, добрый. Дубровина, доброго дня. Юрий, брат, здравствуй. Семён Алтай, здравствуй. Я с интересом представил ваше общение с этим, Семён с этим специалистом из плодопитомника или сада. Вот, конечно, такого уже не перестроится. И вот поставь в стенки, скажи, откажись от своей этого самого, что деревья неправильные, бесполезные. Скажет, вронит, тренажку, и скажет, стреляйте, деревья неправильные. Вот так, Семён. Ваш компонент. Юлия, добрый вечер. Жамалдинов, здоровья. Кирчихина, доброго вечера. Ольга, добрый вечер. Свиньин, добрый. Всем привет. Эльдар, здравствуйте. Арсен, привет. Жаль, живём далеко. Уверен, подружились бы. Сколько времени упустили, нужно успеть в врачи второй, подносящий сад. Жаль, конечно. Так, Елена. Елена. Лечительно отрезает, потому что думает, что это красиво. Самые подлые слова, самые подлые слова, это когда говорят ухоженное. Искоречили, ухоженное, красиво, эстетичное. У нас есть, даже не коллеги, а оппоненты, я считаю, есть такое направление. А вот это ужас дикий. Это эти самые искусственные формы деревьев. Вот. Это флористика. Вот. Это дикий ужас. Это квадратное, круглое, прямоугольное деревья. Это, 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 какой-то, вот, представьте себе сумасшедший дом. Там есть палата номер шесть. Кто не знает, пусть почитает Чехова. Там, всё, всё поймите. Наверное, там ещё есть другие палаты. Вот где-то палата с садоводами, которых научили делать квадратные деревья. Квадратные. Квадратные. И прочее. У меня таких много фотографий, только сейчас не к месту их показывать. Вот. Вот это палата номер всем. Они процветают. Вот. Работают, собственно, людьми богатыми. Тем нужен ухоженный сад, в который можно ходить. А эти богатые, они, может быть, хорошо... Ну, раз он богатый, значит, умный. Но тут ему жалко. Он не знает, что его просто дурят, как этого самого. Как лоха. Вот всё богатые не знают. Так, что дальше пишет? Голая от земли стволы, и наверху распущенные ветки. Глупость несусветная. Дерево букет пришёл. Господи, Лёночка, если бы были рядом, зацеловал бы до смерти. Честное слово, несмотря на возраст. Кто с этим зацеловал? Вот за эти слова. Вот. Это часть вот этой системы дикой. Кто, когда это решил, что у него не должно быть нижних скелетных веток? Ведь они же кормят корни глюкозы. Ну, я знаю. Курлимова знает. Он, вы прости, теми резвики, знает. А эти, когда увидели эту фотографию несчастную женщину, взялась дуру. Прислала фотографию там, где миллионы подписчиков. И наши выпускницы Семеновича сказали, господи, отрезайте вот эти нижние, они сильно низко растут. Не положено им расти так низко. Спасибо над землей. Четыре толстенные скелетные ветки она обязана была отрезать, оставляя четыре страшные раны и процентов двадцать кронные. А дерево-то не один год, не два, а семь лет. Я прикинул, просчитал, двадцать процентов крона остаётся. И четыре страшные раны. Чем они думали, выпустив с теми резвики? Ну, тут же рядом Курлимов, который говорит, что... Кота же, как и я. Мы два сапога. Нижний скелет на ветке кормят. А! Бактерии. Глюкоза. Как они... Почему им это? Они не виноваты. Это их преподаватели научили, как... А преподаватели, преподаватели. Так до них и не дошло. Что нижние скелетные ветки обязаны быть... Их не надо даже специально выращивать. Просто дерево растёт, и оно обязательно вырастет. Я показывал вам. Нижние скелетные ветки. И они будут кормить грибы. Они будут кормить... Не поверите. Они будут кормить муравьёв. Муравьёв. Они будут кормить... Бактерии. Они будут кормить, самое главное, корни деревьев. И... Микоризу. Микоризу. И грибы, как единое целое. Глюкоза. Без глюкозы невозможна жить на земле. Всё, что производит, это... Лиственный аппарат гигантский. Это миллиарды деревьев... Этих самых... Площадь листьев... Миллиарды, миллиарды квадратных метров. Ради производства глюкозы, в конечном счёте. То, что мы едим в виде этих самых... Сладких булочек, сахара и мёда. Понимаете? Ради этого. Ну? Как этого не знать-то? Почему им никто это не рассказал, не объяснил-то? Почему я металлург знаю? Самое интересное, мне никто это не рассказывал. Я не прочитал ни в одном учебнике. Там нет этого. Там одна ложь, предательство. Это просто догадаться надо. Вечером засыпаешь. Зачем они отрезают личные скелетные ветки? Утром пах в лоб. Всё понятно. В стране дураков, как иначе-то? Они делают страну-страну дураками. Не я. А то обидели. Железов назвал страну дураков. Это они. Спасибо, Елена. Вам повезло, далеко живёте. Не смогу вас зацеловать на смерть. Повезло. Неужели только посадка на холмик даёт такие потрясающие ситуации? Ирина, вы знаете, какой вы серьёзный вопрос задали? Невероятно серьёзный. Нет ничего однозначного. Посадил. Вот сейчас только... Вот я не могу вам показать. Во-первых, личная переписка. Я вам скажу её саму сон. У меня на холмах всё плохо растёт. У меня двухлетки меньше, чем ваши однолетки. И пошло-проек. Что мне делать? Как мне быть-то? Дело в том, что холмик, он может быть разным. Это я уже так общими словами. Там, где... Вы знаете, где много влаги, где очень много влаги. Там деревья буквально гниют. Груша вообще не предназначена для жизни. Не поверите. Ни в Пскове, ни в Новгороде. Я вообще ни хрен там делаю. Ни в Ленинграде. Или как он там по-современному? Питер. Санкт-Петербург. Ни это самое. Ни в Карелии. Ни в Архангельске. Ни в этих местах. Потому что там рядом... Это же самое чёртовое... Нет, она хорошая. Она тёплая. Гольстримовское течение даёт... Циклоны. Тёплые циклоны. Но влажные. Но нечего там делать груши. И никогда там будет особой груши, пока они не возьмут, не приедут ко мне. И не отберут груши, которые не боятся влаги. Но не приехали, не отобрали. Ну, бывает такое. Один раз в сто лет такая влага была. И вот ходишь по битомнику. Тысяча груш. Ну, может, пятьсот. Некоторые чистейшие листья. А дожди идут. Идут холод. Сорван этот самый... Как он? Для примера. Для доказательства. Что сорван этот сезон, когда приезжают со всей страны на наши знаменитые озёра. Эти самые отдыхающие. Вот. Ширу. Сорван. Ну, нету. Вот деньги потеряны. Люди не дождались. Это всё обсуждающий персонал. Все сидят голодные. Почему? Дожди, дожди. Холодина, дожди, дожди. Половина груш нетронутых. Да заберите как раз. Москва уже принадлежит к этому же региону, где влага, где эти же парша. Ни хрена вы не понимаете. Ни хрена вы не сможете вырастить. Ещё двадцать. Уже если весь темирязевский сад, извините, разволновался, не могу иначе. Полностью уже уничтожен был паршой в сеть урожай. И листья, миллионы листьев испорчены этой же паршой. Слово «испорчены». Понимаете, почему какие они? Вот. Ну, посмотрите, наберите паршаевую фотографию, видите. Всё это искалечено. А где же была селекция-то? Не так селекцию проводят. Не то, что... А мы сейчас опять возьмём, значит, стойкий сорт. А теперь нам нужен не стойкий, но зато он такой вкусный. А мы сейчас объединим в виде потомства. Мы сейчас кастрируем. Получим новый сорт, отбор произведём. Вот. И у нас, наконец-то... А годы идут, десятилетия идут. Где? Я же был темирязевский. Нет ни хрена у вас никаких этих... Я пошёл в этот сад, я был в ужасе. Нет ни хрена у вас. А я тогда ещё не знал, что у меня будет такой год, когда груши покажут себя абсолютно не стойкие. И ещё не стойкие. Вот. И это надо было уже, когда этот товарищ, который вот я показывал его фотографию, доцент, он должен был... Счастье его. Это его будущее... Может быть, если он доцент, наверное, он кандидат наук. Наверное, будущая диссертация. Наверное, будущая государственная премия. Наконец-то в Москве появятся груши, которые никогда не будут бояться этих же самых ежедневных дождей. Вот. Для этого надо в Железу приехать 12 лет назад. А 4 года назад... Каждый год ездить, 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 пописывать командировки, писать диссертации, переносить к себе. Я что, отказал бы? Если я такое, видите, о, какое, о, какое Железу. Он разве станет мелочиться и давиться от жадности? Он только ради того, что потом говорит, а он не тимиряется, какие мои сорта. Да посмотрите, они лучше всех. Только ради этого. Я же тщеславный. Вот. А как вы думаете? Я же Лев. И вот тогда, после года, ни хрена нет. Вот. Ни хрена нет. Вот к этому подходим. Кстати, я вижу, Александр, этот самый... Ребрик с нами. Спасибо. Идем дальше. Так. А, посадка на холмы потрясающая результаты. Немножко я ушел в сторону. Вот. Первый год очень тяжелый. Холм высыхает быстрее, быстрее. Сальность плохо растет. Я еще раз говорю. Или уже, ну, сказать, не садите на холм нельзя. Ну, коли садишь на холм, ну, поливать-то ради бога. Да, ему достаточно влаги. Она тут же раз и нет. И опять сухо, и опять сухо. А потом, второй, третий год, случается чудо. Льет дождь. И вот он вот так вот. Раз. И там, где кончики колей, вот там холм кончается. Вот там это. И все. И тогда, дерево, особенно груши, абрикосы, ничего им не будет. И они прекрасно будут расти. Где? Ну, наверное, я не говорю, что они будут процветать на северо-западе. А для меня северо-запад начинается от Москвы на запад и на север. Для меня, для железа. Вот. Но все-таки, я же говорю, что у меня часть сортов груш не заметила этого лета. Идем дальше. Так. Ну что? Читаем дальше. Гречихина. Красят опять же до красоты. Может послать всех муляров в лес красить. А, не волнуйтесь! Послали уже. Красят. Когда я ехал уже оттуда, с этого. Но я скажу, что мое выступление, мои шесть часов лекции, или восемь, или шесть. А у меня же есть эти, два ролика. У меня есть два диска, а их уже несколько лет никто не купил. А это мое выступление. Уж. Это был мой триумф. Я выступал перед залом. Я выступал перед людьми со всей страны. Белорусы были, украинцы были, казахстанцы были. Вот. Значит, я выступал перед ними, и все это снималось. А вы знаете, кто снимал? Приехал из Новокузнецка, наш друг, и он точно премию заработал государственную. А правильно выгадали. Сафронов Антон Валерьевич. Вот. И профессионально снял. И можно было бы уже давно показывать по телевизору все мои выступления. А там и прививки, и там все это, как, почему, что. И про те же холмы, и про все. Все это было. Понимаете? Все это было. Вот. И когда я оттуда ехал, я включил этот фотоаппарат, я на протяжении десятков километров снимал покрашенные дикоросы, некоторые целые, у меня же есть эта подборка, целые скверы покрашенными деревьями в синий, голубой, и в розовый цвет. Я сходил с ума. Это же деревья, это их жизнь. Ведь искалечить их можно покраской? Можно. Но их же не лечили. Для красоты делали. Это палата номер 6. Это все та же палата. Идем дальше. Красят для красоты якобы. Спасибо, Елена. А маляров в сад в лес уже послали. А скоро вообще залез в лесу. Понимаете, почему? Я удивлялся масштабами десятки километров. Значит, кто-то это самое, делал этот самый, распил. А значит, зачем? А зачем иначе, если только ради распила? А вот мы столько больше краски потратили. А оно стоит столько. А вот сколько людей наняли. А их зарплата. А? Ну? Поняли? Так, читаю дальше. Теперь новый тренд красоты. Земли от этих метров у дерева бамбуков основы заматывают, чтобы ветки не росли. Изверги. Я видел такое. А так вот почему, что ли? Я видел, мне присылали дерево это, бамбуковыми этими. А обматан. Я не мог понять. Я думал, может быть, на зиму они спасают от пороза. И вам, а вы что сказали? Чтобы ветки не росли? Изверги. Ну, может, все-таки это, мы все-таки его и преувеличили. Это настолько дико звучит. Ладно, идем дальше. Эльдар. Валерий Костинович, я сейчас в Ленинке, это в Москве, что ли? Посмотрел каталоги. Все ваши книги есть, в том числе, совместно в Курдюмах можно заказать и почитать. Ну и что? Сколько там о моих книг? Кстати, откуда они там взялись? Йоп. А как они в Ленинку попали? Кто-то же тоже был специальник послать? Наверняка по одной. Нет, спасибо. Во-первых, у меня подняли настроение. Я теперь буду говорить, что в Ленинской библиотеке есть все четыре книги. Первая с Курдюмом и еще три. Но, сколько и человек прочтет? Несколько. Сделают ли погоду? Нет. Книга есть президентская есть президентская библиотека Путина. Там книга есть, потому что я послал, передо мной читались. Валерий Костелович, ваша книга передана в библиотеку. Не Путину в руки, чтобы он увидел, что такое настоящее садоводство. Ну, пусть не понял. Передал, допустим, посмотрите, тут что-то не то. Сибирь, посмотрите, в Сибири что? У нас них хрена нет. Мы идем отрава, в Сибири все есть. Ну-ка, разберитесь и передает книгу, допустим, советник по сельскому хозяйству. Вот, тот ко мне разбираться. Этого не случилось. Книга переда вот она там лежит, а у президента сколько читателей в библиотеке? Ну, а всего два, три, три же советники. А они с утра до вечера в библиотеке сидят. Представляете? Извините за этот грустный юмор. Просто она болела. Елена, сейчас набухает почки у деревьев. Как увидеть, появились ли плодовые почки? Как отличить от ростовых деревьев третий год саженцы от вас? Ну, во-первых, плодовое, давайте так, если взять абрикосы, если взять черешни, вначале появляется плодовое, появляется как? набухает. А потом догонку ростовые. А другие деревья наоборот. Ростовые появляются, потом зацветают. А у некоторых ирит одновременно получается. Ну, я, знаете, я всегда удивлялся. Ну, подождите, или не зацветут. Или не зацветут. Ну, и все, несколько дней потерпеть не можете. А потом станете таким же наблюдательным, как я. Хорошо, Глена? Услышала мнение, что куст плодов перчика ухудшается от перегрузки дерева плодами. Господи, да нам бы это жить бы до этой перегрузки. Я бы все равно ел бы с принципа. Много плодов, не хватило глюкозы. Ветки нижнеотрезанные. Даже синиотрезанные. Передбор, не хватило глюкозы. Помните то самое письмо? Я когда-то цитирую, но всю жизнь я своей памятью дырявая на всю жизнь запомнил. Пане Валерии, в Львовской области растет персик, он мне дал 176 килограммов. Меня задолбали, ну, слово не задолбали, а замысили советами. Отрезайте нижние скелетные ветки, или дерево помрет. Что мне делать? Она мне в Сибирь написала, который за все, она на одном дереве, за один год получила урожай 176 килограммов. А я за всю жизнь столько не получил, и она ко мне за советом. Вы представляете, друзья, вы стали на место? Конечно, я ей сказал, не резать. Вот. Но что у нее проблемы были? Есть, и режут, осветляют, специальную обрезку делают, плоды получаются крупнее, и сахаристия не только крупнее, не только калиброванная, но и сахаристия. Ладно, но извините, Львовская область, они можете выдержать 10-15 обрезок, а у нас на второй год мертвой будет. Поняли? Я же это проходил, значит, нас, Сибиряков, нас, жители северной России, а сюда входит и Москва, и Липец, и Псков, и Новгород. Все это входит в север. Так вот, нам дерево с кикатром подходить нельзя, и его боятся перегруза в наших местах, где два варианта. Дай Бог хоть какой бы этот, вот, хоть какой-нибудь урожай. Ну что, посмеялись? Поверили мне? Дальше. На какой год посадки цветет персик? Надо ли убирать цветы, если он зацвел раньше? Первое и главное, никогда не подходить к дереву и не убирать ни одного цветка. Все решится само. Допустим, там тысяча цветков, а потом не зацвел ни один, а вы перед этим муси, вообще-то его не тронули, через один, как некоторые, оставляем один на десяти сантиметрах, будет вот такое, а вот такое, не хотите? У нас в России. Вот. Оставьте дерево покоя. даже оторванный цветок дает рану, а когда их сотни, 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 вы имеете сотни, сотни, сотни ран, а урожай еще будет, не будет, не трогать. Сколько даст, столько даст. Все, точка. Фух, идем дальше. Инна Дубровина, деревья тронулись, а прививки, когда будет видно живое, да скоро уже. Дело в чем, я сейчас, это важная тема, она прививки касается, а я немножко все рассказать не мог физически. давайте сейчас расскажу. Значит, однажды, однажды случилось следующее, я читаю журнал, какой говорить не буду, они обижаются, я их пинаю, они обижаются, и там было напечатано письмо человека, но как всегда без этого, без рецензии. Вот когда я напечатал, что я открыл закон сопочиления почек, я открыл закон селекционного клонирования, меня тут же выпустили этого ученого с самого крупнейшего института и остался, который тут же меня на место бах и все. А когда человек пишет, вы знаете, я такой экспериментатор, я такой себя, как та самая Машенька из этого, Маши и Медведя из мультфильма, я такой себя, я взял и сделал прививки в следующем месте. Итак, я делал прививки в марте, я делал прививки в апреле, мае и в июне, у меня получилось 80%, неплохо, да, в марте 90%, в апреле, 60% в мае, и 20% в июне. И вот я тогда вам советую на основании этих цифр, делайте даже в июне, если опоздали, что-то дополучите. ребята, впереди зима, вот июль, и вот уже в сентябре некоторые уже начинаются замазки. Разве можно дерево привитое поздно вызреть? Значит, надо вот такие советы не давать, а тут же давать опровержение. А вот Зелезов пишет, да пошел со своим советом, когда у тебя получилась максимальная переживаемость в твоем регионе? В апреле? Вот и пиши, прививайте только в апреле. Ему еще зима вызреть надо. Раз. Так. Теперь, вы, Ирина, увидите, живые или нет очень скоро. Буквально через несколько дней. Если вы не опознали с прививками, то, может, вообще их не увидите. Дальше, Ирина, вы, дайте, пожалуйста, ссылку, как сажать правильно. Мы первый год будем сажать. Кучу роликов пересмотрели, голова вспухла. А вот выбрали вас интуитивно. Мы в Сибири живем, в Север можем в Сибири. А у у вас какая? Где этот Моросовский район? Я не знаю. Напишите, Может быть, это совсем безнадежно. Выбрали интуитивно? Ну, спасибо. Дело в том, что у меня очень много материалов именно по посадке. А, знаете, я попрошу брата, он у меня на все руки мастер, вот, так, и тогда я попрошу, вот, если из тех около пяти тысяч наших с ним фильмов, если выбрать с ключевым словом посадка, наверное, посадка, собрать их в одну кучу, вот, ну, смог же он мне тогда все собрать со словом геопедагены, зоны, или со словом, например, что еще ценное было, вот, сейчас помню, ну, в общем, надо найти это, а может уже собрал, может у меня есть, но памяти нет, и я тогда взял, вы меня это, как-то принесли, есть такое слово, в личку, ну, в личку, или, может быть, лучше, этот, куда еще проще, в WhatsApp, напишите запрос, пишите ссылки, как садить деревья, все-таки пусть их будет несколько, несколько десятков, выберите, что вас касается, ну, вот, сейчас взять и начинать вас учить, а мне нужны десятки фотографий, я не смогу, вот, а за доверие спасибо, так, идем дальше, Ирина Алтай, можно ренозим от мыши столики оборачивать кусками рубероида, я оборачивал жрец скотина рубероид, вы поверите, я так был удивлен, я оборачивал, я купил тогда, помню, очень много, несколько десятков рубероидов, баушных, которые на выброс, вот, и там оборачивал, да, начали жрать рубероид, я не могу до конца сказать, по статистике, если бы я не оборачивал, столько бы собрали, или больше, вот, но я действительно оборачивал рубероидов, вот, вроде помогает, так, Тимур, Карелия, фото из окна, так, а что это, фото из окна, это что, у вас там, поди, опять снег выпал, ну-ка, давайте глянем, ой, точно угадал, вот она, Карелия, вот, ёп, да, ну, у нас такое было неделю назад, так что мы с вами почти, почти это, коллеги, Дубровина, фирма, Ульяновская виноград, продают саженцы сибирского абрикоса, а ну-ка, 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 Ульяновский виноград, саженцы сибирского абрикоса, у них есть один абрикос, и они от него выращивают абрикосики, как я понимаю, они же уже не сибирские, говорят, главное на холм посадить, ну, про холм, наверное, от меня узнали, так, что один абрикос, он, что-то тут немножко не то, если это настоящая фирма, не серьезно иметь один, ну, допустим, один, на самом деле он не сибирский, может, у меня раздобыли, тоже манжурский, потому что сибирский абрикос, в чистом виде, он абсолютно не съедобен, он абсолютно не принимает никакие привои в виде прививки, вот, тогда просто людей подставляют, если это правда, что здесь написано, пусть на холм, но это уже посадка, это уже не честно, Тимур Холбасников, снежный покров 60 сантиметров, снегопад идет, ну, что я скажу, Тимур, сочувствую, завидую, но я бы вам завидовал, если бы вы были, например, лыжником, или как я жил в Норильске, я всегда брал, часто брал зимой отпуск, только чтобы этот месяц лишний провести, с ружьем, в тундре, вот, то есть, кому что, а вот для садоводства, конечно, это не дело, и так, Омск, 4 часа езжи от Омска, так, давайте считать, возвращаемся, в Молившевский район, в Омске я знаю, я проезжаю, когда, когда поезд идет через Омск, мне повезло, как раз это было летом, я внимательно, медленно ехали, через Омск ехали, и мы ехали через дачный массив, я смотрел, это единственный город, с которым мы проезжали, от Абакана и до Москвы, включая даже Европейскую Россию, где хотя бы сады были, то есть, я видел не один, два, этих самых, как по всей, по всей трассе, которая называется, вот, Транссиб, по всей трассе, проезжая крупные города, мелкие села, я видел в каждом, участке, ну, одна, две ронетки, и два, три, смородины, и иногда попадали, черноплодная рябина, все, все, вот, это было, а вот, именно, Омск, был, довольно выглядел, очень прилично выглядел, ухоженные сады, и достаточно много деревьев, зеленые, издаля не видел, но достаточно много деревьев, я видел полноценные, полновесные сады, именно в Омске, теперь берем так, вы живете на севере, Муром, церковский район, что такое 4 часа езды, умножаем 4 на 100, 400 километров, но так как часто останавливают, тогда получается 300 километров, ну, все, я скажу, это уже действительно север, это север, вот, ну, и что, садить надо, я всегда говорю, что, не надо увлекаться, мальжурские абрикосы, у вас не замерзнут, посадите на холмы, дадут прекрасный урожай, вот, и причем они будут достаточно крупные, достаточно вкусные, вот, китайские сливы, видели, пару фотографий, показал все-таки, успел, китайские сливы, не замерзнут, они вкусные, это не дальневосточные, а то мужик накинулся, если у нас они кислые, значит у вас кислые, логика, да, значит, это, если у вас будет прилично, даже не привитые, а второй этап, это уже привать, это уже по железу, рисковать, 50 на 50, вот, персики укрыли, и на здоровье у них будут персики, еще слив не будет, абрикосов не будет, а персики, кто-то спрашивал, на которые будут персики плодносить, вот перед этим, да, хорошо, это, сейчас отвечу, прививки, как правило, второй, третий год, а искусики, как правило, на третий год, ну, совсем не повезет, заморозки, то все, ну, на четвертый год, вот, то есть довольно, очень, скажем, спелая культура, а вы посадите в теплицу, а вы укроете все это самое, вот, чем можете укроете, как можете, способом, несколько картонной, огромной коробки, вот, и эти самые, лапник, и что только не придумали люди, вот, поэтому у вас персики, все раньше появятся, чем абрикосы, если не вы, вот такое вам напутствие, так, дальше, Ирина, кстати, вот, мне все нравится, я тоже чему-то учусь, что-то новое познаю, узнаем, Ирина пишет, в Омске хорошо все растет, там все-таки юго-запад, там тепло, а мы севернее, тут ни у кого нет саду, говорят, ничего не растет, а мы говорим, будем сажать, пребывать, прививать, пребывать, пребывать, соседи смеются, ну, что, Ирина, с Богом, с Богом, с Богом, давайте, сделаем так, размахнитесь, я вам за пол сына и продам, те же косточки, манжурцы, мамуров, сыновей манжурцы, сеанса мура, размахнитесь сразу, на сотню, на две косточки, пусть будет 50% скидка, лично для вас, так и напишите, обещали, вот, и об этом пусть соседи смеются, вы знаете, чем хорошо массовые посадки, во-первых, не разоритесь, что такое для вас эти самые, 1250 рублей, это сотня косточек, сотня, большинство проснется, лучше две сотни, лучше три, ну, сделайте для всех уже, не для себя, потому что они же те соседи, они и смеяться будут, они клячить будут, придет время, будьте первыми, ведь мы все были первыми, мы были первыми, теперь у нас в Сибири лучше осады, лучше, чем в Тимрязнике, раз в сто лучше, понимаете, раз в сто лучше, потому что иногда мы смеялись, не смеялись, но мы садили и все, так, и тогда получается, я вам дал хороший совет, что плакать, покупайте, садите, у вас все-таки климат лучше, чем это, вот здесь, согласитесь, 60 сантиметров, снег идет, считайте, что вам в Севернемске еще повезло, вот так вот, ну что, будем прощаться, будем прощаться, больше писем нет, все устали, все равно, как я не экономил время, два с половиной часа прошло, давайте прощаться, если только вы все правильно поняли, меня, у вас сады обязательно будут, и те, кто севернее, кто южнее, и западнее, и восточнее, и в городах, где тепло, стыдно не вырастить, есть такое понятие, одноэтажная Россия, каждый город окружен этими самыми, вы сами написали, в Омске хорошо все растет, там тепло, Валерий Константинович, добрый вечер, и привет всем участникам вебинара, это Вахрушев Александр из Выборга, ааа, тот самый северо-запад, не хочу вас отпускать еще, с вебинара, вопрос у меня есть, я вам на WhatsApp скинул, фотографию, у меня ситуация такая, значит, представьте, около 6-7 яблонь, ну, уже достаточно взрослых, после очередной зимы, одна яблоня погибает, у нее, значит, поросль, да, я прививаю несколько сортов черенков, и вот они, значит, выросли за лето прекрасно, а сейчас весной, смотрю, и практически 4 сорта привито, у всех лопнула кора, именно вот у подвоя, то есть я близко, у земли, начинаю уточнять, сколько лет было яблоня, матовься, ну, в диаметре около 20 сантиметров, она не старая еще была яблоня, дело в чем, я убедился, я делал так же, вот, не трогая основной штамп, допустим, ему 20 лет, а сбоку вылазят ветки, да, я их тоже прививал, плохо идут, присылают мне, жалуясь, присылают мне, то, что вы рассказали, то есть пень, обрастает кругом вот такими вот, люди их прививают, а потом, о ужас, почему-то выпрямшая, именно часть, которая ниже прививки, вот, и тогда, я до сих пор ответа не знаю, опыт там маловатый, хоть и 40 лет позади, но таких случаев всего несколько было у меня в жизни, а финал один, прививки в эти самые, в основании штампа погибают, и похоже на выпривание, вот, ответа точно нет, есть совет, больше так не делать, раз, и второе, первое, так не делать, и второе, причина, наверное, связана с тем, что полностью выпиленная яблоня, становится глубоким инвалидом, и ветки, которые вылезли, она пытается спастись, вырасти по новой, неполноценны, что-то им не дает быть полноценными, вот эти, вот эти вот, свои земли торчат, короче, получается, ответ не определенный, а совет определенный, больше так не выращивать, вот, достаточно молодежи можно найти, и не терять время, тем более, что, это, если яблоня, 20 лет, 30 лет, значит, и та, которую вы привили, ей тоже 20-30 лет, это непорядок, вот, я сейчас дальше не могу говорить, дело о том, что я забыл, мне люди ждут помощи, вот, я поэтому даже раньше пытался закрыть, и забыл, что меня на деньги высылать, а, ну, все, все, тогда больше, никакая у вас, я просто забыл, надо было сделать перерыв, деньги выслать, потом продолжать, вот, а человек ждет помощь, это моя судьба, это моя жизнь, ну, тогда все, а вы, северо-запад, я вам заранее сочувствую, ну, все, пока тогда, давайте, пока, кстати, северо-запад, это есть, это, усиленное, усиленное выплевание, это есть, и даже у яблок, все, давайте, друзья, заканчивать этот разговор, у нас и так все меньше и меньше становится, рядом людям не до этих, не до вебинаров, это зимой, бывало, достаточное количество, а все, сбо этих удержать бы, почему, ну, хотя бы сохранить это, костях людей, чтобы был повод поговорить, для меня, вебинар, это повод поговорить, я сегодня несколько глобальных тем рассказывал, они глобальные, вот, по эти листья упавшие, это не мусор, когда поймут, что всей страной, дурью маемся, отбираем у растений, еду, всей страной, а я устал жить с вами дураков, понимаете, устал, все, друзья, пока, до свидания, все, счастливо, всем до свидания, и, пожалуйста, я жду от вас заказа, черенки выбрасывайте, это преступление, вот, косочки, это преступление, все, я отключаю вебинар, спокойной ночи, северяне, сибиряки, и хорошего вечера, моста, такие, быстрее,